Сегодня я хочу записать небольшое видео о том, как мы эмигрировали в Канаду. Идея наша зародилась в 2014 году, и с 2016 года начался наш эмиграционный процесс. Мы решили эмигрировать, но оказывается, это не просто. Надо было собрать чемоданы, иметь огромное желание. Это долгий, очень длительный, сложный эмиграционный процесс. Но мы лёгкие на подъём, поэтому за одну ночь мы всё-таки решили, что мы едем в Канаду. Мы приехали по Манитопской провинциальной программе в Канаду. Как говорится, по стопам своих друзей. Мы поняли, что это не просто взять чемодан и улететь, куда ты хочешь. А миграционный процесс занимает много сил, денег. Мы писали в одну фирму, тишина была. В другую тоже тишина. Затем написали в Манитоба Стар Севен. И нам ответили. В письме мы написали наше образование, работу, стаж, английский. Какой у нас был? На тот момент у нас был... У меня был школьный английский, а у мужа был нулевой, потому что в школе он изучал немецкий язык. Нам ответили, что эмиграция получится по специальности мужа. Он будет главным заявителем. Английский давался тяжело. На это ушло у нас два года. Он ездил к учителю, который готовит специально для сдачи IELTS. После того, как муж сдал в 2016 году IELTS на нужный балл, мы написали письмо, что английский сдан. И через какое-то время прислали приглашение на выездную сессию в Австрию, в город Вену. Где муж встретился на интервью со своим будущим работодателем. Они долго беседовали. И работодателю понравился опыт работы мужа, чем он занимался, специальность его. Это кажется, что пришло приглашение, приехал на выездную сессию, понравился работодателю. Конечно же, это было всё намного сложнее и психологически, и материально. Но всё это самое главное в прошлом и результат есть. После выездной сессии, через какое-то время, нам пришёл Джо Пофер. И, в общем-то, иммиграционный процесс пошёл. С этого момента, после того, как пришёл Джо Пофер, прошло полтора года, и мы были в Канаде. Можно, конечно, иммигрировать и без помощи иммиграционной фирмы. Но это надо хорошо разбираться в программах, которые меняются очень быстро. Надо хорошо знать английский, ориентироваться на сайтах и так далее. А мы просто доверили себя людям, которые занимаются действительно своим делом. Да и многие наши знакомые именно так и эмигрировали. Поэтому мы доверились, и, в общем-то, всё получилось, и мы приехали в Канаду. В связи с последними событиями, но я имею в виду ковид-ситуации, выездные сессии были отменены. Возможно, они сейчас и опять восстановятся. Поэтому у людей были скайп-интервью, кто-то даже без интервью обошёлся, и процесс пошёл. Поэтому, как оно будет дальше, знаю, что миграционный процесс сейчас идёт в сроках намного дольше. Поэтому, конечно, наберитесь терпения. Самое главное — терпение и желание. Незаметно для нас уже мы живём здесь три года. Время летит. С 1 мая мы живём уже здесь, в провинции Онтарио, в Ниагарском регионе. Здесь очень хороший климат. В первую очередь, наверное, это подкупает. Я всегда смотрела только в сторону Онтарио. Так как мне кажется, что здесь весь хаб, вся цивилизация именно здесь. Ну, полёт, климат, природа — это, конечно, всё хорошо, но самое главное — это работа. Надо ориентироваться на работу. А так, в общем-то, в каждой провинции есть свои минусы, плюсы. Кому-то где-то не климатит, кому-то очень дорого. Кто-то просто держится за свою любимую работу и не хочет её потерять. Потом привыкает к этому месту. Мы переехали сюда, довольны. Теперь будем обживаться здесь. В общем-то, в Канаде очень много красивых мест, красивых уголков. И я всегда говорю, что как здорово, что человек может выбирать сам, где ему жить. Всё зависит, наверное, от его интересов, возможностей. Пока снимала видео, показывала вот такие опилки. Эти опилки на детской площадке. Просто хотела сказать, что здесь почти все детские площадки, они вот с такими опилками. Для того, чтобы и влажность как можно быстрее уходила туда, и дети, если падали, то это, ну, например, с горки, да, чтобы это было не так травматично. Ещё хотела также показать, как раз, раз уж здесь снимаю, сижу, я далеко не стала никуда уезжать. Конечно, здесь есть очень красивые места у нас. Можно было выбрать и в ботаническом саду снимать, и где-то в лесу. Но я выбрала такой спальный район, недалеко от дома, потому что буквально снять видео пришла идея спонтанно утром. Поэтому я вышла из дома и стала снимать. А вот это здание, апартменты, они ещё не достроены, ещё не сданы. Вот их достраивают. Также ещё в видео вставлю небольшие кусочки, отрывки. О, здравствуй, Ниагара! В каждом парке, большой это парк или маленький, имеются вот такие приспособления. И по приезду в Канаду я почему-то думала, что это такие кормушки для животных, для белок. Потом уже чуть позже я узнала, что эта игра очень распространена в Америке, в Канаде. Она называется «Диск-гольф», и проходят с 1975 года чемпионаты мира по этой игре. Так что, ну, сейчас она уже распространена не только в Америке, в Канаде, а по всему миру. А это местный огород людей вот с этой комьюнити высаживают люди здесь свои грядочки, ухаживают. Вот такая речка протекает. Надо ехать, пока совсем не стемнело. А это иду по городу сейчас, и обнаружила вишню. Такая вишня уже созревает. Ещё также хотела немного рассказать о ценах. Цены здесь одни и те же на продукты. В каком бы городе ты ни был, большой город, маленький, туристический, обычный. Вот мы живём в туристическом месте. Точно такие же цены, как и были в Винклере, где мы жили до этого. То есть цены одни и те же. Это сеть магазинов, например, сеть магазинов Канаде Антайр, или там сеть магазинов Суперстор. И они предлагают товары. Все они, эти товары, независимо от города, в одной цене. Это, конечно, очень нравится. Я считаю, что это правильно. Цены, конечно, здесь не ломят, не повышают перед праздниками. Как у нас это делали перед Пасхой. Цены на яйца взлетают перед сбором ягод, на сахар и так далее. Здесь, видимо, следят, не разрешают. Ну, ещё немножечко про наш городок. Сейчас уж я иду сейчас к своему дому. Пока снимаю. Конечно, чувствуется, что это южный город. Климат именно южного города. Такой какой-то морской воздух. Тёплый. Конечно, здесь не будет очень морозов сильных. Потому что здесь район виноградников, винодельнь. Поэтому климат нас этот и подкупил. Это мы пришли на вакцинацию. Стоим в очереди. Народу много. Очередь и в помещении, и на улице. У всех опоэтмонт заранее, за полумесяца назначенной. Продолжение следует... Смотрите, сколько на корабле спасательных жилетов. То есть, сэфти-сэфти в первую очередь. Народу очень много. И это радует. Десять не станут. Вот от этого места получается Niagara Falls. Это там, где мы живём. 65 километров. Это по воде. Прямо по воде. Халифакс. 1269 километров. Вот такой Онтарио. Я его называю море. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Интересная задумка А на самом верху косточка Люди здесь сидят, отдыхают и любуются Ну, на этом, наверное, я буду заканчивать свое видео Ну, все, пока!